Ну что, добрый вечер, дорогие друзья, вас приветствует студия Астроладера, и мы ждем последнего матча Россия против Австрии. Я думаю, что львиная доля наших подписчиков, зрителей будет болеть именно за Россию, ведь этих всех ребят мы знаем. Тут и действующий чемпион мира, и чемпион богам, и также популярный стример, дегбилдер, популярный фризмак. Я думаю, что ребята, как на подбор, все хороши. И все это один человек. Кто? Мы скажем вам в конце трансляции. А пока, друзья, действительно огромное количество наших ребят, которые каждый новый день, каждый новый день в Хардстоу Глобал Геймс готовятся по-новому. Павел и Штан Удачи, которые уже отошли от Китая против Европы, к сожалению, Павел не смог пробиться в финал. Прыгал он в полуфинале, даже не чемпиону мира, а серебряному призеру. Неважно, если Павел не играет, я не смотрю. Все. Штан не играет, я не смотрю. Так же, поэтому никто не узнал, чем же закончился Китай против Европы. Победил китаец. В общем, как всегда. Но мы не в обиде. Ребята съездили на замечательный турнир, приятно провели время. Но у нас Хардстоун Глобал Геймс, виды замечательной России. Ну и давайте представлю для вас сборную России. Павел, Штан Удачи, Silver Name Inner. Австрию будет представлять Гейм Кинг, Джонни Стоун, Вайф Котч и Зиген Тайк. Шикарно, друзья. Но, конечно же, болеть мы будем за сборную России. Еще раз скажем, что они пока идут без поражений. Одни лишь победы у них за плечами. Но вот в прошлый раз они заставили нас понервничать, потому как против сборной... Против, против, против. Там пришлось просто Silver Name в пятый решающий играть Ace Match. Ну, на скилухе показать, да. Что меня там обидели, надо ответочку прислать. И все хорошо. Против сборной Австралии, кстати, играли они. И там Джован, именно этот парень, смог таки насолить Silver Name. Но он все сделал красиво в Ace Match. Друзья, вот они поединки. Вайф Котч против Павла. Вайф Котч... Ну, вот любопытно. Любопытно, как сыграет Вайф Котч. Видели мы уже, как она катает на Пират Войне. Вообще вообще. Также видели, как она катает на Квест Таунт Войне в Битве девушек в рамках Эрдстоун Глубал Геймс. Ну, переиграла, видимо, она просто на Таунт Войнах, друзья. Потому как, когда зашло до Пират Война... Набирайте, она решила меняться. Просто берем, говорит, пушку и не бьем в лицо. Взяла сначала огненную секеру и не била жреца по лицу. Потом взяла арканитовый шнец и не била. В результате мяснула, летал таким образом. Потому как, если бы атака до этого прошла, то она бы залетала на один из ходов. Но, как мы знаем, на агрессивной колоде надо играть агрессивно. И тут в очередной раз попытка реабилитации от Вайф Котч, представительницы сборной Австрии. Третье выступление. Третье выступление уже у нас на Войне от нее. Один раз она выступала на Квест-Войне, один раз она выступала на Агровойне. Сейчас мы увидим, так сказать, решающую, к чему ее душа лежит больше. Посмотрим, какой выбор она сделает. Но, будем откровенны, это уже не новость, что одни и те же игроки берут одни и те же классы. И, по сути, пытаются оттачивать как-то мастерство на этих классах. Или пытаться запудривать мозги как-то своим оппонентам. Вот любопытно, что будет. Ну и играть будет против нее у нас Павел. Павел сыграет на Паладине. Я думаю, что Паладин для нас не станет каким-то неожиданным архетипом. Сейчас все-таки утвердился, в принципе, один архетип. Конечно, сегодня нам Дидаони попытался показать более контрольную редакцию, но она провалилась с треском. Ну, такая грустная редакция была, грустное поражение Дидаони. Грустное Дидаони. Грустное Дидаони. В общем, вся сборная Корея грустит, так же, как и сама Корея, друзья. Но мы посмотрим, на что Павел после всего этого китайского опыта. Это будет агрессивный архетип или все-таки мы уйдем в контрольный лайнап? Что-то мне подсказывает, что все-таки тотальной агрессии не будет, потому как это Павел, он же чемпион мира. Ну и видимый вайвкоч. Привет, Павел! Да, мы тоже рады тебя видеть. В добром здравии. Поехали катать. Видим на столе, кстати, приз за геймган. Видим мы приз за чемпионство. Все это стоит на трофейном столике, друзья. Ну и отдает она должное все-таки пиротвойну девушка из Австрии. Она же жена лайвкоча, ныне человек, о котором нельзя говорить, потому как он играет в совершенно другую игру. Как вы все знаете, друзья, сегодня прогремела новость не только про социальные сети. Сегодня прогремела новость о том, и даже вчера, о том, что лайвкоч завязывает с Хардстоуном, уходит он в другую игру, всех благодарит, особенности Эрдю и Тайса. Вчера вышла новость, что он уходит с команды G2, и уже потом он пояснил, что также он уходит из Хардстоуна. Но если вдруг кто-то захочет его пригласить на какой-то турнир, то он будет не против. Вот как-то так. Это не станцивка с лучием там? Не-не-не. Ты уверен? Австрийский станцивка. Это другой представитель австрийского. Другой представитель. Это Джонни Сто. Ага, даже вот так. Ребята все-таки собрались более-менее командой. Ну что, здесь у нас активируется монетка, играем пират-сектантку, получаем пробав на крюк и будем менять озерного охотника. Да, да, да. Ну, складывается все для пират-воина неплохо. Будем откровенны, тут по стартовой игре проблемы для Павла, но вот через ход уже будет серебряный клинок. Нужен топ-дек. Сможет ли у нас Павел показать с таким стартом класс и обыграть вайвкоч? Вайвкоч или все-таки пират-воин окажется сильнее? Это вопрос. Вопрос, вопрос. Что этот сморк сможет сделать? У меня есть, конечно, одно предположение, что сморк делает хорошо, бьет лицо. Но у нас здесь все-таки вайвкоч придерживается хотя бы минимальных, но разменов. Ну и здесь наверняка будем забирать паладина рекрута, дабы пробавить берсерка. Энзота пойдет в размен? Нет, все-таки пушкой будем забирать. Справедливо. Зачем берсерка и плохие новости у меня для сборной России. Но все-таки есть надежда, друзья. Без веры в этой игре никак, поэтому забираем мы берсерка. По здоровью пока еще не все так плохо. Заход, на самом деле заход для Павла здесь составляет желать лучшего. Вайвкоч примелькалась нам на Dreamhack Winter 2016 и на шестом Seed Story Cup. Ну и также на Hearthstone Global Games. Благодаря уже своей популярности, популярности своего супруга, была выбрана как представитель сборной Австрии. Ее виндрейт 53% сыграла на 13 матчей. Да, катает весьма неплохо. Сам Лайвкоч отзывался о ней исключительно лестно. Что можно понять. Ну а против нее играет миллионер, красавчик, филантроп. Ну на самом деле он самый богатый хейсер во всем мире. Выиграл 185 тысяч долларов. Уверенно держится на этой позиции. У него есть чемпионский титул не только Близкона, но и несколько чемпионских титулов после Hearthstone World Championship в 2016 году. Первый в Европе, первый в мире. Виндрейт этого участника 72% при том всем, что он сыграл порядка 200 матчей. Да, очень внушительные показатели, друзья. Вон как раз таки поначалу на трансляции говорили о трофеях стоящих на столе. Ну и идем максимальные трейды здесь. И далее должен появиться Берсерк. И должен появиться еще второй пират Капитан Южных морей. Это очень плохо. Парабав здесь просто шедевральный для Вайфкоч. Заход выдался отличным. Ну а Павлу пришлось защищаться. Ну и конечно такие партии Паладину очень тяжело выигрывать. Если у тебя есть ранняя игра, все шикарно, вы размениваетесь. Все переходит в мид и лейтгейм, где ты более сильный. Ну а если ты проигрываешь раннюю игру, то в мидгейме тебе очень тяжело догнать. Самое главное, вернее Вайфкоч, нужно тут разменивать весь стол. Потому как гребнистый скакун на следующий ход может гулко отразиться. Ну я думаю, что здесь все должна понимать у нас супруга Лайфкоча. Снимаем божественный щит, забираемся на Пало Огниуса, размениваемся и найдем в лицо. Да, по статам это просто тьма деммажа. Не поможет тут ничего, только лишь пиромант равенства. Равенство освещения. Освещение это единственное, что пока спасает. А если сейчас зайдет? Давай! Нет. Ну, мы пытались. На самом деле... Освещение убирает только лишь одно существо со стола, не делает ничего. И я думаю, что это неплохо сыграно. Друзья, сенсация. Что интересно, Павел в рамках Redstone Global Games сыграл две игры, и обе свои игры он выиграл. То есть это первая партия, которую он проиграл. Ну, радуется, как будто, я не знаю, чемпионат мира выиграли. Ребята, как маленькие прям. Ну, конечно, да-да. Ну, чемпиона мира победили. Победили формально, можно сказать, что выиграли Hardstone World Championship. Ребята, обида брошена, вызов принят. Обратной дороги не будет. Сейчас штан удачи, Сильвер будут с Иннером мстить и выводить свою сборную. В следующей партии у нас играет штан удачи против Зигентайгера. Выбор для штана – это разбойница-шаман, для оппонента – охотник или паладин. Что ж там за разбойница, что ж там за шаман? Друзья, напоминаем, что в каждый новый день ребята из России привозят новый лайнап, которым побеждают, удивляют постоянно и за счет этого неистово тащат. Но не будем забывать про скил, о котором уже было многое сказано. Но вот Австрия пока страдает и, по-моему, даже не выиграла ни одного противостояния в рамках Hardstone Global Games. Ни одного, они идут 0-2. Они идут 0-2 и несколько матчей, которые эта сборная все-таки выиграла. Это как раз-таки, опять же, заслуга Вайфхотч, где в зеркальном противостоянии с еще одной девушкой Патрой она обыграла ее в зеркальном противостоянии воинов. И это была единственная победа их сборной против Новой Зеландии. Если вы не смотрели, друзья, на ютуб-канале нашем есть как две девушки пытаются разломать друг другу лицо, расцарапать на таунт-войнах. Пожалуйста, Hardstone Global Games. Ну, не знаю, мне кажется, это весьма вялотекущее противостояние. Это было очень динамично. Расцарапать, это если просто на двух пират-воинах, понимаешь? Точно, точно вам говорю. Бесплатно и без смс. Девушки дерутся на пират-воинах. На пират-воинах, в скобочках таунт-варах, Австрия против Новой Зеландии. ХС Старладер, ютуб-канал, вот периодически он мелькает. Если наш режиссер еще на кнопочку нажмет, то будет вообще хорошо. Так смотри, тут интересный результат. Австрия сыграла 3-0 с Аргентиной и сыграли 3-1 с Новой Зеландией. И получается, две победы вообще в целом, даже не в серии, а просто две игры, которые взяла у нас Австрия, эти две игры взяла Вайфкоуч. Вот так вот. Не такие уж и слабые звенья эти женщины в командах. Видим, что Иштан в добром здравии добрался до дому. Писал в свой паблик в ВКонтакте, что тяжело далась ему эта поездка. Все-таки перелет долгий. Все мы знаем, что из Китая не ближний свет добираться. Особенно, если ты еще и в Китае впервые достаточно тяжело проходит вот эта вот некая реабилитация под их климат, Адаптация к смогу. Это просто что-то с чем-то. Если бы все было так просто, но достаточно тяжело приходится ребятам, которые приезжают с более-менее экологических зон в Китае, потому что там практически нереально дышать. Это все тяжело. Джетлаг, смещение временных поясов. И многие-многие за это не любят перелеты дальние, потому что тяжело потом адаптироваться под обстановку. Ну что же, Джейд Шаман, судя по всему, уже отштану удачи. Что стоит отметить, наверное, ребята в этот раз сборной России решили свапнуть классы. То есть если мы раньше видели, что примерно одни и те же отыгрывали на одних и тех же классах, то сейчас происходит разительная смена. И в прошлый раз, например, Сильвернем отыгрывал на Шамане. Сейчас на Шамане играет Штан Удачи. И посмотрим, к чему это все приведет. Пока по старту для Австрии не так уж и плохо. Есть ранняя игра. Судя по всему, это агрессивная редакция от австрийских профессионалов. И здесь будет и Чешуя. Первый стартовый дроп Мурлок, который бафает Мурлока у тебя в руке со статами 2-1. Ну и Волномуты, Волноловы, в общем, все-все подобное. Вулкан оставляет для того, чтобы законтрить агрессию. Есть Харрисон, что тоже приятно на добор. Отказываются постепенно от Слизи. Прожорливый в сторону легендарного парня в шляпе. Ну, Харрисон Джонс опять занимает весомое место в колодах профессиональных игроков. Отличная ранняя игра у нас для представителя Австрии. Но, в свою очередь, для Штана все так же выглядит неплохо. Нефритовые когти, как возможный размен, например, того же Гидролога. Вулкан на зачистку. Харрисон на снятие серебряного клинка. Главное сейчас раннюю игру не упустить, и все будет неплохо. Ну что, смотрим, друзья, смотрим. Ползунгалака золотой уже щелкает колешней. Ну, а пиратов не будет, поэтому цели не найдешь ты. Так что пойдет. Ползунгалака просто как второй дробь 2-3 на стол. Ну что, может быть, Тотем сыграем? Приливом маны? Прям попытаться таким образом прорашить? Ну, 2 карты доберем точно. Ну, дело-то в том, что у тебя продолжение может не найтись. Ну, по кривой мане, да, не все в порядке. Ты можешь попробовать сейчас, например, получить перегрузку и засетапить размен под ползуна, но... Просто дело в том, что... Тоже весьма среднее, потому что нет третьего хорошего хода под перегрузкой после когтей. Тотем приливом маны минимум 2 карты тебе принесет. Вот что приятно, потому как возможность забафать зверя у Австрии просто нет, и у Паладина. Мы привыкли видеть, что монетка просто отдается либо против Агроколот в темп, либо на что-то тяжелое в какой-то ключевой момент, чтобы выпустить карту потяжелее. Например, Харрисона на четвертый ход под оружие, к примеру, как один из возможных вариантов. То есть где-то эффективно заюзать монетку таким образом, чтобы получить максимальную пользу с нее. Ну что, видимо, что действительно это самая агрессивная редакция. Алширский провидис даже здесь используется. Синопал Огниус. Ну и, конечно же, пробаф на Мурлоков. Да, парень темной чешуи. В скобочках Мурлок. Ну что, с помощью ползуна Галака мы забираем. Да, и хотим. У нас синопала Огниус. Максимальная вэлью божественного щита снять. Видно, что штан там активно общается с командой, перечисляют у них всевозможные варианты. И опции. Круто, что есть вулкан. Круто, что есть портал водоворот. Ну, вулкан для этого и оставлялся. Для того, чтобы законтрить Мурлоков. Если вдруг они высыпят всей толпой по столу. Что будем делать? Можно просто прожать тотем, на самом деле. Но мы боимся пробафа печати королей. Очень не хочется видеть печать королей сейчас на... Мягко говоря, не хочется, да? Синопал Огниусу. Поэтому я думаю, что будет... Нет, смотри-ка, все-таки выставляют. Тотем приливы Моны. Не будут от всех возможных и невозможных невзгод отыгрывать россияне. Это правильное решение. Там нет никакого пробафа. Ну, интересное решение. Решили все-таки прорашить с тотема и вынудить разменивать данное существо. Ну, а здесь через серебряный клинок, где Гендайгер разменивает у нас. И идет с синопалом в лицо. Ну вот, отдавали монетку. Сейчас не можем мы хорошо забрать прочность оружия. Но, тем не менее, тотем, портал водоворот. И забираемся на Пало Огниуса. Таким образом, мы заставляем серебряным клинком идти в размен с щупальцем. Щупальца Энзота. Предсмертный Хрид наносит одну единицу урона всем существам. Ну вот как-то, знаешь, размениваться со щупальцем, отдавать туда четыре прочности. Выглядит спорно. Ну, с другой стороны. Ну что, тогда ставим защитника холмов и будем таковы. Ну, рука для штана очень неплохая. У него есть продолжение, у него есть зачистки, у него есть подхил. Ну, по контролю тут нет равных шаману. Все мы видим, тут все здорово, все замечательно. И вот самое главное MVP в рамках такого противостояния, это защитник холмов, который может накопать Тирионов. Ну, если это прям агрессивная Мурлок-редакция, то мы можем, например, найти Тирионов, но под Тирионов могут быть сглазы. Да, но Тирионов нет, не в результате. Спамим обилку. Ничего страшного, что он сейчас погибнет. Ну что, сначала разбиваемся, потом отдаем второй портал или не отдаем? Думаю, что отдаем, потому что у нас есть Вулкан. Харрисон Джонс на съедение серебряного пленка. Дополнительная карта это Айя Черная Лапа. Идеально на шестой ход. Далее нефритовый вождь. А вот и пробав, но он бесполезен, потому как... Поздновато. Харрисон Джонс разминивается, да. На Изичах. Ну что, может быть тогда попытаться сделать рывок через Мурлоков? Да, вот таких вот мне нравится более. Ну тут заранее, на самом деле не хочу сглазить, но у нас Штан выиграл еще на стадии Мулигана. Он очень грамотно оставил Вулкан, понимая, что если рука будет слабенькой, то с помощью Вулкана он всегда сможет почистить. Далее хорошее продолжение, отличный заход карт. И тут тяжело будет выиграть Мурлок Паулу. Смотри, вот по раскопке. Побег на коды, если честно, мне очень сильно нравится. И я думаю, что сейчас даже нужно играть... Нет, не будет так делать. Можно было рассмотреть вариант сыграть через обилку и побег на коды. Почему так? Потому как если вдруг будет сыграно АОЕ, первым на стол у нас выходил Защитник Холмов. Он и вернется в руку. Да, но тогда ты не играя правиться, ты теряешь в здоровье и, соответственно, теряешь всех остальных Мурлоков. Что тебя больше интересует? Больше существа на столе с сильным показателем здоровья или один Защитник Холмов? Ну, это гроза. То есть 100% будет использована здесь гроза. Ну, вот... Ой, попадание какое... Тебе надо играть в Вэлью, тут еще и портал приходится отдавать. Попадание далеко от Игеала. Но, тем не менее, все, что он просчитал, за счет портала Водоворота дочищаем. И Харрисон разменивает у нас остаток существ. Да, легко. Добавок ко всему, еще очень приятное существо прилетает нам. Это кристаллический оракул, который дает тебе карту из колода оппонента. Ну, неплохо, неплохо. Конечно, все отлично, но у нас штан не имеет сейчас на руках сглаза, чтобы законтролить провокацию. Ну, можно поставить, например, татемп релива маны сюда. Почему бы и нет? Или если попытаться сыграть сильнее по существам, какие варианты у нас есть? Можно того же полководца выставить. То есть, выбор из трех существ. Ну, полководец как самый бесполезный. Разминиваемся, конечно же. Не хотим получить мы АУЕ. Что в ответ? Вот, кстати. Возможно, прочитаю сейчас момент, что нет там хекса, австрийцы, и повесят грибнистого скакуна. И прям понесутся, понесутся. И инволюцией, когда ты грибнистого скакуна пытаешься снять тот самый пробав. Может зайти какой-то не очень приятный шестой дроп. Для сборной России. Есть опции. Совершенно не проигрышная пока ситуация для Мурлока-Паладина. Как бы нам не хотелось. Да, конечно, неприятно же здесь для Штана, что таки не зашел с глаз подболотного ползуна. Но то ли еще будет. Продолжается матч. И будем бить в лицо, наверное. Потом как нет смысла меняться никакого. В лицо и побег на кодом. А ведь Штан сейчас после Багам. Китай против Йо. Весьма-весьма сильно поднялся по рейтингу. Седьмой в Европе, двенадцатый в мире. За свою карьеру он отыграл 109 матчей. И его винрейт 63%. Что, Айо Черную Лапу принимает решение играть? То есть это максимально темповое решение. Будем меняться с помощью тотема, потому как не хотим подставиться под освещение. Что по урону девятку могут сейчас тебе внести. Этого не хватает. У тебя уже вроде как есть присутствие на столе. Кстати, по оппоненту Штана, самое любопытное, по нему практически нет никакой информации. Я активно искала. Первый раз он засветился как раз-таки на Hearthstone Global Games. У него счет 1-1. То есть одну выиграл, одну проиграл. По австрийцам, кроме достаточно знаменитой жены Life Coach, Life Coach, вообще очень мало инфы. Ну как, Game King хороший ладерный игрок, но это не Тир-1. Джонни Стоунс стример. Но, опять же, не пользуется широкой популярностью у нас в СНГ, что логично. Что же, еще один пробаф, и в результате на девятку проходит лицо. Ну вот, судя по всему, сделали домашнюю работу австрийцы после крайней партии, и теперь просто играет в агру. В тотальную агрессию. Просто идем в лицо. Где наш сглаз? Так, и что у нас получается? Две единицы и шесть. Тут вулкан пойдет сейчас от штана. А если сыграть через... Ай, даже хорошего размена нет через молнию. Вулканом надо забирать. Размениваем предварительно. Два существа. Да. Это Джейда и полководцы, и даем вулкан. Что добавляем после этого? А может быть... Судя по всему, не будет у нас сыграна данная ОЕ, тогда бы не ставился тотем. Будет, наверное, играть в таун. Здесь и сейчас у нас штан. Ну, возможно, через... Ну, смотри-ка. Ага, через все-все-все. Через два существа на силу магии, через тотем дается молния на шесть. Совершенно я пропустила здесь Талнаса. Да, пропустили мы этот момент. Ну, на роль ли СПД, что приятно. То есть другой возможности-то не было. Молодцы, молодцы. Красиво. Но никак пока не могут залеталить. Современный шаман не может тебя так просто прописать из руки в лицо. И слава богу, еще ему не хватало летала. Только если серебряный клинок и освещение, тогда да. Ну, или испепелитель, но тут же Штерион должен погибнуть. Молодцы, потому что я уже... Как же топ-дэчат эти австрийцы? Что они себе позволяют вообще? Нет, тут все отлично. Как бы, да, мало здоровья у Штана, но у него есть говорящий с водой. У него есть возможность размениваться. Ну, а австриец, само собой, надеется просто додавить. Ну, и хекс тут уже нужен будет только под Тириона. Сейчас этот хекс бесполезен. Потому как два грибнистых скакуна, по-моему, уже вышло. Или как там, один грибнистый скакун был, да? И одна печать. И две даже печати было. Даже две. Окей. Нет, одна. Окей, размениваем перепаду. Добираем карту Сталласа. Это еще один вулкан. Хилим все равно. Вулкану ты не рад. Смотри, какой вариант. Играем через тогда говорящего с водой, и нужно закрываться. А может сыграем нефритового вождя и поставим тотем прилива маны? Рискованно, мы не хилимся. Ну, и quality consecration нас может, да, немного... Чуть-чуть совсем нас огорчит. Поэтому я думаю, что все-таки будет захил. Захил, тотем и провокация. Мне нравится, что сборная России уже не первый игровой день делает ставку именно на Джейд Шамана. Эта колода в их руках показывает себя просто великолепно. Реализовывал ее Silver Name. Реализовывал его сейчас. Эту колоду Штан Удачи. И делается ход через нефритового вождя и нечто из глубин. Освещение приходит с топ-дека, но возможности забрать провокации нет. Да и урона в любом случае не хватает. То есть освещение, возможно, адаптация. Там освещение, то есть вернее равенство освещения, адаптация Мурлока, это было бы грязно, конечно, для австрийцев. Но не стали играть тут этих карт. Все-таки равенство в агрессивных редакциях Мурлоков не возится. Посмотрим, что принесет Мурли. Потянем, потянем Мурлоков. Слабые Мурлоки. Да, совсем слабенько. Озерный Охотник, Мурлок на пробав. Не получаем вэлью с этих Мурлоков, но можем всегда их адаптировать. Дважды будем спамить обилку и адаптировать действительно. Семь существ с адаптацией сейчас. Никакой вариант адаптации выберет у нас паладин. Выбирается божественный щит на адаптацию. А тут гроза. Хорош. Причем это вторая гроза. И два портала было сыграно. Неплохо. Причем гроза у нас 3-4. С возможностью при снятии божественных щитов даже почистить весь стол. Мелочь наверняка здесь можно игнорировать. Но самых сильных и опасных существ, с них нужно снимать божественные щиты. Дело в том, что здоровье-то грустное очень. Маловато его. А здесь, кстати, всего несколько единиц урона не хватало. Штан удолетало. 14. Совсем там несколько. И 8-22. Не хватало нефритовой молнии, чтобы закончить эту партию. Отдается у нас гроза. 3-4 по 100. Снимаются все божественные щиты. Никто не получает урона. Размениваем. Самых опасных существ. Это у нас Мурлиндя. Ну, я думаю, максимальные трейды пойдут. Отправят. Нет, нечисто даже уходит в трейд. Или мылиться, конечно же. Нажимаем тотем прилива мана. Ну, что, все шикарно. До тех пор, пока нет равенства. До тех пор, пока нет доисторического дракона. Эхо. Эхо на этот бы стол сыграть. Два консекрейшена. Боже ты мой, как же им завозят-то жестко. Там вот даже сыгранных два освещения, они-то особо на стол ничего не добавляют. Но при этом стол теряет, и шаману нечего добавлять на стол. Вот еще в чем дело. Ну, эхо. И поехали. По крайней мере, говорящего с водой ты себе получишь. Такое себе эхо, знаешь. Вот, вот. У нас будет отголоски духов на хил. А с Тиреоном что делать будет? Ну, глаз вон лежит в руке. Все нормально, все под контролем. Ну, вот смотри, как переворачивает игру заход второго освещения у нас для паладина. Вроде бы казалось, что уже все решено. И тут оп, и... И не все. И не все, да. Тут еще оставляем все-таки отголоски духов на будущее. Выходит Куратор, он же Смотритель. Что принесет? Что за Мурлоков? Уже полководец в руке. Должен быть второй полководец. Нет. Это не полководец. Достаточно слабый первый дроп, но сейчас ты можешь его добавить в ману. Думаю, что даже первый вулкан мы отдадим прямо сейчас. И хотя вот в таком ключе... О, нефритовый вождь. Где-то возможность забрать Куратора, кроме как вулкана. А если сыграть нефритового вождя и отголоски духов, если шанс, что нас убьют, мы получаем провокацию с вождя. У нас стоит Страж Гейзера, могут ли это все со стола пробить? Я думаю, что это лучший ход, и наверняка видят его сейчас штаны вся наша сборная. Момент, что неважно, какой по силе таунт у тебя стоит, если залетает адаптация на яд. То есть, нужно считать, если залетает адаптация на яд, выживает ли здесь штан. Мурлыки получают пробовку. Да, он должен выживать. Консекрэйшн 2 отдана. Топор мы видели тоже ушел. Печать королей отдана и гребнистый скакон отдан. Плюс еще один защитник холмов. А если сыграть через сглаз и нефритового вождя? Понятно, что у тебя не будет контроля под... Ну, сглаз... Я не верю в сглаз, если честно, потому как сглаз нужно оставлять. Мы же должны рассмотреть все варианты. Поэтому рассматриваем. Тут полководец. Все, будет адаптация сейчас у нас. Силен. Полководец, оракул. Провидец. Жесть какая. Если еще придет здоровье, или так, ну... Самое худшее, это, наверное, здоровье в данной ситуации под вулканом. Да и божественный щит будет крайне неприятен. Какой стол. Это болезненно очень. Атаптация. Божественный щит есть. Еще одна история с божественным щитом и шикарные трейды. Получаем уже и дам. Ну, тут, как бы, пару вулканов не пришлось играть. Ну, может быть, на это и рассчитывал, что он. А там-то для рывка остался только Тиреон. Тиреон. Ну и, возможно, еще Рагнарос Луга Света, в зависимости от редакции. Тиреон. Страшно. Что по здоровью? Два вулкана. Есть по рымоволам. Что по здоровью? Так, подожди. Ну, если мы разменим. У нас 1, 3. Тут 1, 4. 2, 4, 9. Ну, много. Слишком. Даже предварительно 24. Даже не учитывая твоих еще и существ. Плюс-минус. Это 22 примерно должно остаться с учетом всего. Да, это беда. Это прям вот беда-беда. Вообще непонятно, как разбираться. При этом вулкан бьет по всему столу. И, соответственно, распределяет его. Я думаю, что два вулкана пойдет сейчас. Или мы будем хексить кого-то. Да, пойдет. Может быть, если вулкан заберет опасных существ, то не успевает сыграть, но тут два вулкана будем брать. Ну, отлично. Разменивается полностью весь стол для штана. Хорошо он рассчитал, снял божественный щит. Убрал свое существо со стола, чтобы не распределять урон. Ну, а здесь защитник трущоб. Хекс оставляет под Тиреона. По сути, нашли уже ответы на все вопросы, которые задавал Дигентайк. Уже не улыбается, мы видим, австрийский представитель Хардстоуна. А я только в какой-то из моментов хотела сказать, что для штана два вулкана слиплись. Но, как показала практика, именно вулканы спасли ситуацию. Еще и отголоски духов. Ну и что, хилимся, живем? Да, я думаю, что страж гейзера это отличный ход. При этом, может быть, даже сглаз будет отдаваться. Сглаз и будем надеяться уже на то, что по столу выставляемся. Да, что просто на следующий ход выставим стол и передавим именно столом. Хотя отдавая сглаз всегда страшно. Классика жанра. Ты держишь-держишь сглаз под Тиреона, он не выходит, не выходит, не выходит. Ты только тратишь сглаз, вылетает Тиреон. Держишь Харрисона Джонса под оружие, держишь-держишь-держишь, оружия нет. Ставишь Харрисона, выходит пушка. Ну вот смотри, в целом отдать Хекс мне нравится сейчас. Мы вместе с этим ставим еще и стража гейзера. То есть у нас уже нормально все со здоровьем. Если выходит Тиреон, то у нас есть возможность бить божественный щит и поставить стенку. С помощью Джейда, нефритовый вождь, может принести уже достаточно внушительного малахитового работягу, который будет защищать нас. Поэтому я думаю, что Хекс поедет прямо сейчас отдан. Это невероятный темп. Ну не отдавать сглаз, это рисковать, что тебе прилетит шестерка урона в лицо при размене стражи гейзера. Проигнорируй ты защитника, серебряный клинок забирал бы стража гейзера, и ты бы получал еще шестерку со стола. Что играем? Таким образом получаем мы двойку урона, куча мурлоков. Но это уже второй мегазавр вышел, поэтому мегазавра уже бояться точно не стоит. Ну вот мелочевка-то подбивает. Мелочевка, да, страшна. Нефритовые когти, и мы получаем сейчас нефритового вождя. Таунт 8.8. Ходи. Если хочешь проходить таунт, отдавай весь стол. И при этом бейся лицом. Тарим. Да ладно! Боже ты мой, это в аккурат 10 единиц урона. Да ладно! О мой бог, друзья, ну эти заходы, Карл. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 2-0, друзья. Так, энергию собрали все. Все собрали свою энергию. И да, там есть варианты, что случилось со сборной Австрии. Почему они так тащат. Боже, ну какой же это был топ-дэк. Это был единственный реально вариант, который давал, летал в этот вход. Тиреон, ты бы пока еще воевал, там перетягивали бы одеяло. Серьезно, Тарим? Подло австрийцы. Это было очень... Подляночка-то, а? Это было очень... Дорогие друзья, у нас тут есть болельщик. Давай не будем. Сборной России. Конечно же, мы с тобой. И также у нас присутствуют болельщики Австрии. Но со студией мы их выгнали, поэтому все в порядке. Сейчас должно все пойти налад. 2-0, друзья. Матч-поинты начинаются для сборной Австрии. Боже мой. Геймкинг на жреце против Силвернейма на маге. Что ж там за маг-то такой? Соберись. Сильвер сейчас очень высокая ответственность лежит именно на этом участнике. Потому что если проигрываем, то даже Иннеру не удастся побороться за возможность своей сборной одержать победу. Если Сильвер сейчас берет партию, далее Иннер еще берет партию, то Штан играет матч-поинт. Сейчас для Сильвера все или ничего. Или их сборная остается в строю и продолжает бороться, или отлетают с невероятным счетом 0-3. Ну, я думаю, что надо послать энергию, друзья. Как вы все любите Сильвера, написать это в чат, отправить ему смайлики, его собственные, еще что-нибудь. В общем, что угодно делайте, но чтобы мы выигрывали далее. Потому как нужно продолжать доминировать, нужно занимать первую строчку в турнирной таблице. И Сильвер сейчас может начать процесс камбэка. На самом деле понемногу зреет какая-то сенсация, потому что в группе Си Австрия является внизу турнирной таблицы. Ребята не выиграли ни одной игры. А Россия, наоборот, находится на первых позициях и является фаворитом группы. И просто первый матч, где у Павла был незаход, второй матч, где оппонент Штана просто топдекнул и летал. Я просто в шоке. Но вот на самом деле сейчас на Сильвере ответственность попытаться привести свою команду к продолжению. Нужно собраться, друзья, и затащить катку. Все мы видели, что Сильвер умеет. Может, главное, спокойствие, еще раз спокойствие, без рейджа и мата, как говорится. У нас нельзя мат, поэтому... Ну, чтобы у них тоже этого не было, мы можем читать только по губам, но при этом порой иногда... Ну, сейчас, кстати, посмотрим. В Австрии, вот смотри, выехали они, значит, за пределы. Мне кажется, они, знаешь, у них было такое затишье, чтобы никто не воспринимал их серьезно. И тут они такие, опа, и фаворита группы 0-2. Да просто они начали играть на фейс-колодах. Просто обрати внимание. Кстати, как вариант. Пират-воин, который топит тебя в лицо. Агрессивный мурак-паладин, который тоже топит тебя в лицо. Какие контроли, какие размены. Я не знаю, что говорят ребята в сборной России про данные архетипы. Про заходы вот эти царские, да? Что там? Такое в Хардстоуне бывает. Я думаю, что тем эмоциональней будет следующая встреча, тем больше энергии вы отдадите ребятам, и тем интересней будет наблюдать. Я просто как увидела Тарима, у меня просто даже слов не нашлось. Это единственный топ-дек. Это просто, я не знаю. Единственный топ-дек, который спасал и там в аккуратном. Плюс одна единица урона была. 9 хп, 10 они наносят, и все. Смотришь на это и думаешь, все у вас там в порядке. Ребята, как так можно играть-то? Ну ладно, мы верим. Ребята решили показать характер. Сборная Австрии решили, что они не мальчики для битья в своей группе. И решили, что если не идет на колодах, которые популярны на Хардстоун Глобал Геймс, если не идет на колодах, которые близки им, то они просто возьмут что-то более быстрое, более агрессивное. И пока это приносит свои плоды. И что интересно, у нас уже есть первые колоды с Прелимов, которые пройдут вот-вот. И я уже сегодня говорила, колоды, кстати, есть в группе ВКонтакте. Я думаю, что в скором времени появятся и в Старладдере. Пока я постила, там по большей части весьма агрессивные лайнапы. То есть там Агродруид, Джейдруид. Там достаточно много агры. Вот прям смотришь лайнап, обычно две агроколоды, одна какая-то мидрейндж-колода и одна какая-то очень-очень сильная метовая. Это было ожидаемо. Типа паладина. Почему? Потому как много контрольных редакций. Маг вообще не тащит. Именно поэтому любопытно, что за мага взял Силвернейм и на чем он будет отыгрывать. Но посмотрим, друзья. Мы говорили уже о том, что если это Миндив Мак, он плохо играет против Сайленс. Сегодня мы даже наблюдали за этим и не раз. Но посмотрим, посмотрим. Мы надеемся, друзья, у Силвера точно есть план на игру. И он сможет затащить. Мы верим. Верим, верим. Приходит служительница солнца здесь. Сан-Фьюри протектор. Но пока нет, благо, не исполинского бритвалиста, не дозорного. Но матчап, друзья, в пользу жреца определенно. Гейм Кинг в свое время принимал участие в турнирах Blizzard, выходил в плей-офф, набирал достаточно большое количество поинтов. И на данный момент он успешный ладерный игрок. По количеству поинтов он был выбран Blizzard в сборную Австрии. Остальная сборная добиралась путем зрительского голосования. Ну и Сильвер Нейм это тот участник, который попал в команду благодаря именно поддержке зрителей своих. Но по заходу-то все шикарно. Мы видим, что есть Моназмей на первой. Ответка там лишь Сан-Фьюри протектор. Весьма слабая, либо сияющий элементаль. Поэтому пока рано списывать. Главное, чтобы еще недозорных не было. Ни сполистских бритвалистов. Ну, есть контра уже Метеор, но опять-таки нужно временно тяжелые существа. Смотрим, что будет заходить для сборной Австрии. Темные видения заходят здесь к Геймкингу на Жрице. Думаю, что придется избавляться от Таундгивера и выставлять стушку 2-3. Без каких-либо способностей. Да, друзья, больше энергии. Все под стрелу, но выбирать не приходится. Нужно как-то менять Моназмея. Неужели не заход сетуют ребята из России? В первой партии однозначно не заход. Во второй партии Штан сражался как Лев, но топдек Тарима сделал свое грязное дело. Хороший ход через монету и интеллект. Таким образом мы бафаем нашего Моназмея и бесплатно забираем. Да, отличный ход от Сильвера, причем третий ход у тебя есть Курьер Кабала. Все по плану. Все идет по плану. Есть возможность забафать Сияющего Элементаля с помощью Божественного Духа. Или что, будем играть в виденье? Серьезно? Что хотим найти щиток? И щиток приходит. Ну, вы видите сами, как это называется. Как? Слово силы щит под Элемом. Усиление этого Элема, и теперь так легко это не забрать. Ну, только если отдавать вулканическое сюда. Либо с помощью Петроглифа, который принесет Петроглиф. Петроглиф, 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 Петроглиф. Не надежно очень. Но можно и секретно копать большой процент того, что найдешь то, что нужно. И тогда можем не отдавать. Но это сам по себе слабый ход. Это риск. Это риск с Петроглифом. Есть вариант понадежнее с зельем. Судя по всему, советуется у нас Сильвер. Ну, раздумывают. В целом тут уже не стоит торопиться. Слишком серьезная партия сейчас уже пошла для того, чтобы... Ладно, в первой партии быстренько сдаться, видя, что у тебя не заход, надеясь на своего тиммейта. Во второй партии тоже надеешься на оставшихся тиммейт. А вот когда у тебя больше нет шанса на ошибку, очень сложно. Поэтому для Сильвера это и большая ответственность, и, наверное, еще и давление какое-то присутствует. Играют надежно, ребята, и в результате вулканическое зелье уходит. Есть далее фаербол, если вдруг появится хоть один из жестких тяжелых дропов. И тут Служитель Боли, и теперь уже не так хорошо смотрится Курьер Кабала. Это да. Что Петроглиф сначала? Или мы... Насколько мы боимся за бафа? Скорее, мы не желаем давать оппоненту карт. Подставляя Курьера, мы даем возможность добирать. Овечка. Думаю, что Овечка даже будет забираться. И, возможно, даже сейчас будем... Сейчас сыграно. Сейчас не играем. Фростболт. Ну, следующим ходом, если у нас сборная Австрии вложится в Служителя Боли заклинаниями, то можно законтрить. Ну что же, флеймстракт будет забирать, я думаю. Потому как за пять кристаллов, если вдруг высыпят... Может, неприятно. Тебе-то как-то и добивать надо. Просто дело в том, если вдруг твой оппонент не выставился, вряд ли он поставит что-то позже. То есть, если бы там был хоть один Дозорный, либо Бритвалист, то они уже были бы на столе. Поэтому АОЕ не так и нужно, по факту. Но и все это экономит тебе урон, который есть в руке. Забираем все-таки Пиробласт. Окей. Рука, конечно, для Геймкинга очень-очень слабенькая. Удваивание здоровья выглядит плохо, очищение выглядит откровенно плохо. Да классно, классно же. Боже, очищение на клирика, ну это просто что-то с чем-то. Что получаем? Австрия. Давайте уже что-то решать, что-то предпринимать. Давайте бафаем, значит, Майк Алито на здоровье. И уже ударились. Все, понятно, ничего не делал. А тут фрозбол стоп-дек, неплохо. Вместе с служителем, вместе с Курьером Каббалом. С Курьером шикарно. Это был, наверное, один из лучших. Опа! Опа! Есть Сайленс и есть также Пирос. Что будем выбирать? Ну, по поводу Сайленса я не уверен. Не по поводу Пироса тоже. Пирос точно нет. Оба варианта хороши. Потому что зелье безумия. Пирос точно нет. Вот. Абсолютно верно. Пирос попадал под зелье безумия, а Сайленс хорош под уже раскаченное существо, чтобы его обезвредить. Потому что обычно тебе одного превращения не хватает. Но Сильвер с Петроглифа достает превращение. Скорее всего, у него в колоде есть родное превращение. И теперь у него еще и Сайленс. То есть за счет трех контролей у Сильвера могут повыситься шансы на победу в этой партии. Ну что, будем выставлять Дозорного? Да, Дозорный выходит на стол. И сразу же очищение добираем картон. Прометчивое решение, но есть как и есть. Ну, рискует Гейм Кинг. Метеор хорошо смотрится. Плюс ко всему у нас выживает наш Курьер Кабал. Какие еще у нас могут быть варианты? Фаербол можем отдать. И... Слабенько. На самом деле не чистим до конца стол. Просто Песник Рада хочется приберечь и сыграть вместе с превращением. Почему? Потому что наш оппонент может найти второго Дозорного. Забафать его. Там целей тонна. Да. Оно всегда найдет свою цель. Вот на самом деле. Сделать статы 10-10, например. Да. И далее уже накинуть туда крайнюю правую карту, друзья. Шаркуна. И тогда будет две приоритетные цели. И, к правилам, магу сложно проходить через это. Ну, учитывая, что у мага обычно гарантированный вот такой вот хороший контроль, это только превращение, то да, абсолютно верно. Ну и Метеор здесь единственное решение, которое дает возможность полностью зачистить стол для Сильвера. Вот и Делья Безумия приходит. Ну, надо искать что-то с темных видений, только непонятно что. Как-то не складывается у Геймкинга в этой партии. Ребята тащат. Инер просто подбадривает команду. Говорит, я тоже хочу сыграть. Ребят, давайте. Поднять щиты. Поднимают, ребята, неистовые щиты. Добро пожаловать, друзья. У нас сегодня последняя. С вами Б5 в рамках шестой недели Hearthstone Global Games. У нас сегодня эфир статанул в 11 утра. Завтра в 17.00 по классике жанра. Поэтому ждем вас здесь. Расписание вы также можете со временем найти в наших социальных сетях. Ну и записи все также на YouTube-канале HeastarLadder. Да, друзья, ну и после этой партии матча у нас не закончится. Буквально еще какие-то 30 минут перерыва. Возможно, мы подойдем как раз-таки к нашему сезону StarLadder, где будут играть Ксиксо, Оранж, Станцевка Эрдю, Оранж Нейре и Ксиксо Доктор Хиппи. Поэтому не пропустите. В 20.00 стартанет сезон StarLadder. Но у нас встреча Австрии против России, где Австрия была очень близка к, я даже не знаю, к сенсации, к тому, чтобы победить главного футболиста группы. Ну и по-прежнему, по-прежнему близка. То есть посмотрим, пока еще ничего не понятно. То есть мы видим уже три божественных духа. Это немного пугает. Чуть-чуть. Чуть-чуть совсем пугает. Совсем немного. В свою очередь уже во второй раз на плечи Сильвера ложится ответственность за команду. В одном из матчей ему пришлось играть эйс-матч, где он победил. Сейчас для того, чтобы команда осталась в строю, нужно побеждать. По сегодняшнему дню у нас Сайленс жрецы магов обыгрывали, но здесь Сильвер сделал ряд хороших плеев. Также он поднял отличные карты с Петроглифа. Это вот превращение, которое круто сыграет против Сайленс жреца. Также нашел Сайленс за пять кристаллов маны. Ну и не заход для жреца. Тоже стоит отдать должное. Ну и поехали. Медив выставляем сейчас и далее проблемы огромные. Пиробласт и накручиваем. Либо пиробласт, либо огненный шар под Медивом. Неужели мы сегодня увидим первую встречу, где маг таки смог победить Сайленс жреца? Ну да. Вполне такое возможно, друзья. Неплохо. Смогли законтрить, найти ответы на все вопросы и более даже сверху осталось. Что делать Австрии? Ну ребята уже не такие веселые. Они просто первые матчи, когда выигрывали, просто безумно радовались. Но сейчас уже не до веселья, ибо ты понимаешь, что... Боже мой, жрец когтя из кабала без нормальной цели на увеличение здоровья. Это вообще законно? Зайди, бритвалист. Зайди там... Боже мой, да что угодно посильней. Так, давай-ка посмотрим. Если мы воруем прямо сейчас мана-змея, мы можем трижды забавить ему здоровье. 6, 12. Тут просто будет таун делаться у нас. Да? Нет? Вот, досорный, но уже поздно. 24. Ну там, кстати, очень опасно было вообще. 24 урона мог прописать. 4, 6, 7, 8. 10 спиробласта. Вот так она, 24, на секундочку. Неплохо, неплохо. Через мана-змея. Но тут надо сохранять бдительность. 2 фаербола, 12. 10, 12. Еще со стола, 24 не хватает. Все равно, как ни крути. Единица туда, единица туда. Этого не хватает. Игры горьких волны. И гончая недр. Нам заходит для сильвера. И обязательно нужно разбирать здесь у нас жреца когтя из кабала. И на следующий ход просто добивать. Ну, ни в коем случае не стоит оставлять существа. С одной-двумя единицами здоровья. Играя против Сайланс-шреца, пустой стол. Это хорошо. Боже ты мой, это был бы летал. Если бы сейчас остался мана-змей, это был бы летал. Вот это жесть. Для сборной Австрии. Потому что мана-змея мы крадем с помощью зелия безумия. Туда щиток, туда три божественных духа и внутренний огонь. И прописываем на фулл-хп. Ну, если бы таковы. Но у нас, слава богу, мана-змей не выживает. Как-то это просто жестко. Жестко от Австрии. Но были варианты. Но это, я думаю, посмотрят потом россияне игру и поймут, по-наскольку острому лезвию прошлись. Я думаю, что ребята даже отпишутся в своих социальных сетях на эту тему. Ибо момент очень захватывающий. Ну что, слово силы щит на гидру. Сияющий элементарь. Будем удваивать и просто делать провокацию. Мы просто будем делать большую провокацию и надеяться, что там не будет ответа. Но там есть превращение, там есть два огненных шара. И это неплохо сыграно. Сияющий элем 24-24 и провокация 24-24. И тут у Силвера уже на готове секс и говорит гритингс. Причем превращение, которое было поднято с Петроглифа, сейчас идеально вписывается в игру. Выглядит очень красиво. Вот такой вот крутой летал реализовывает Силвернейм. И это 2-1 оставляет он свою команду в строю. Да, друзья, что-то жестко. Прям вот в прошлый раз заставили понервничать. А сейчас еще больше. Прям ладошки-то вспотели. Ждем мы следующего противостояния на пути у нас к победе. Следующую игру будет выступать уже Иннар против Джонни Стоуна. Того самого австрийского станцевки, которого мы заметили чуть ранее. Что по выбору? У Джонни Стоуна есть Разбойница и Друид. И что-то мне подсказывает, что там есть Агрессивный Друид и Квест Разбойница. Или Квест Разбойница и Джей Друид. Тоже вполне вероятно. Мы увидим от Джонни Стоуна Рогу. От Иннара мы увидим Воина. Судя по всему, Иннар думает, что это Кваст Рога и будет контрить пират Воином. Да, да. Играет у нас Джонни Стоун. Это стример. Он больше себя позиционирует именно как стример, не как профессиональный игрок. Конечно, отыгрывает хорошо, но все-таки он больше занимается медиа-деятельностью. Ну а Иннар — это в свое время сезонный чемпион. Он хорошо отыгрывает. Один из лучших фризов. Отличный декбилдер, стример. Дополните сами характеристику Иннара. Я думаю, что у вас есть... Машинер, в общем, друзья. Много-много-много упоминаний также о его заслугах. Если что-то не упомянули, вы можете добавить. Машинер заработает. Да, смотрим. Будем надеяться, что он таки восстановит статус Кво. И все для России еще не будет потеряно. Мы не верим в поражение. Мы ждем лишь победы. Если вдруг сейчас будем верить, что именно так все и закончится. Победит Иннар. Штан удачи. Сразится с Джонни Стоуном в финале. Давай не будем забегать. Давай сил Иннару, чтобы вывести все на матчпоин. Машинеру, да. То есть нам нужны вот эти вот машинки, друзья, из чатика. То есть спамим. Не знаю, как не помню, как называется этот смайл. Но давайте бахнем и поддержим Иннара, потому что энергия нужна им. Поддержка нужна сборной России. Они все потом придут, скажут вам большое спасибо. И на своих стримах скажут большое спасибо. Я уверена в этом. Иннар у нас участник команды Team Spirit. Сейчас 34-й в Европе, 73-й в мире. За свою карьеру выиграл 15 тысяч долларов. В том числе львиную долю призовых он увез с Европейского весеннего чемпионата в 2016 году. Винрейт участника 63%. На профессиональной сцене сыграно 53 матча. Ну что, прочитано, друзья, секрет. Квест, вернее, квест-разбойник против воина. Причем воина настоящего. Не вот этих вот фальшивых таунт-воинов, а пират-вар, который ломает лица. Ну, сможет ли Иннар сломать лицо сейчас у нас разбойница? Мы посмотрим. По заходу здесь есть первый помощник конзота. Дерзкая налетчица. Далее пират-сектантка или берсерк. Рука, в принципе, неплохая. Летий пони и пират-глазастик наносит первую единицу урона. Как-то страшноватый пони, если честно, немного. Глазастик — это машина по убийству, но пока еще маленькая машина. Машина по убийству. Маленький, Глазастик, один-один. По руке у нас квест-разбойницы. В наличии огневичок, есть шаг скурс-тень и есть удар в спину. То есть у нас Джонни Стоун использует в своей колоде анти-агрокарты. Может быть, мы даже здесь увидим какой-нибудь веер. И это ему поможет при игре против Виннера. Что-то мне подсказывает, что тут также есть камнемаги талвирские. И в том числе... Просто берем оружие с монетки. Другие стенки, да. Забираем первого помощника Амзота. Здесь в ответку дерзкая налетчица. Ударяем в лицо, передаем ход. Быстренько-быстренько ходит Иннер. Тоже весьма такой у него быстрый игровой стиль. Никогда он не засиживается. Лучший топ-дек сейчас просто для сборной Австрии. Отлично играем. На Червиле, на Червиле называются. Молодцы, молодцы. Так держать. Никаких смолиных стражей. Нам это не нужно на будущее. Забрать мы можем сейчас весь стол. И я думаю, что сборная Австрии должна это делать. Потому как далее будет пробаф на оружие. Да, достаточно быстро принимает решение. Нужно забирать, это факт. И полностью чистить весь стол перед пробафом, перед капитаном Южных морей и перед пират-сектантом. Огневичок, как тушка, выходит на стол. То есть, ну, пока отбиваются. Пока отбиваются. Отбивается-то, отбивается. Но квест пока не активирован и пока еще ничего не крутится. Удар спину отдали, да, говоришь? Ну, поехали, поехали. Ударяемся мы по огневичку. Качаем нашего берсерка. Опять-таки, ситуация в том, что если есть возможность забрать с помощью пирата Южных морей, то надо ударяться огневичком. Но лицо. Не будет. Единица урона в лицо. Забрать берсерка мы можем. Но при этом нам нужно дать и пирата, и обилку. Ну, выбирает путь сохранения здоровья сейчас сборная Австрии. Пытаются максимально трейдиться. Смотри-ка, второй огневичок еще приходит. Стопдек. Это плохо. С одной стороны для иннера это плохо, ибо он никак не может сам контролировать стол, никак не может он сам давить на стол. Но для него это выигранное время. То есть сейчас ты можешь вернуться на стол через первого помощника анзота пират-сектантку. Далее попытаться все это пробафать, поднять арканитовый жнец, и также добить уроги по выполнению задачи. Пока все плохо. На третий кристалломан эта задача даже не активирована. Смотри, пират-сектантку сейчас выставлять смысл большого нет, поэтому будем играть через капитана, чтобы не было возможности забрать. То есть это максимальное количество стат на данный момент. Окей, окей. Логично, правильно. Почему бы и нет? Ну что, будем крутить мы огневичка, я думаю, да? Ну, плохо все для Джонни Стоуна. Очень плохо. Ну, если ты сейчас начинаешь играться со своей задачей, ты теряешь контроль стола. А размениваться у тебя тоже не особо много вариантов. Дело в том, что ты можешь сыграть только два поинта. То есть это огневичок, который вернется в руку, и это пламенный элементарь. Это нужно делать, потому что сейчас особо вариков нет. Ну, так-то да. Ну, вот сейчас у нас, само собой, Джонни играет в типичную игру разбойницы, Рога играет сама с собой, по большей части, и это дает время выписать Иннеру по лицу. Я тут думаю, что даже будем мы забирать огненную секиру. Играть пират-сектантку и просто нестись в лицо. Что тут по урону? Настали пятерка. Если мы играем таким образом, то это будет девять. Может, огневичка все-таки забрать? Думаю, что да, огневичка будем мы забирать. Возможно, даже лицом придется трейдиться. Ну, вот вопрос. Если мы хотим трейдиться, то нам надо пират-сектанткой бафать прямо сейчас эту пушку. Тогда огненная секира у тебя в бой не факт, что вообще выйдет. И оружие могут слипнуться, причем хорошие пушки. То есть вопрос в том, что надо тебе играть от того, что ты собираешься убить оппонента, а не от того, что там подготовка в рукаве. Просто убрать огневичка это значит отдалить возможность розыгрыша задачи, если зайдет паромщик, миливар, что-либо подобное. Иннар понимает, что не нужно придумывать себе приключений на пятую точку. Мы просто забьем на следующий ход разбойницу и все. Тоже правильно, учитывая удар героя. Мимикрия, которая приносит нам Джонни Кабанов. Кабан, конечно, птица гордая, но... Но не взлетит. Давайте до следующей партии. Но не пони. Хороши, 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 ребята. Вот мне кажется, как будто... Машинер просто, и все. Тут как бы вопросов нет, все понятно. Ребята хороши, потому что многие уже схватились за сердце как так, но тут Сильвер и Иннер играют до конца. Играют в свои порядки. Будем забирать мы капитана Южных морей первоначально, но все это путь лишь разменов, ничего не дающий. Семерка. 8 плюс 4. В аккурат 12. Я слышала метал. Да. И это 2-2. Россия отыгрывает вторую партию. Иннер приносит победу своей команде против квест-разбойницы, против Джонни Стоуна. И решающая встреча от сборной России сыграет штан удачи. Не весел, Иннер, но хоть улыбнись. Нет, не будет. Они слишком сконцентрированные на матче, и тут уже не до улыбок, не до игры на публику. Сначала победа, а все остальное потом. На стримах. Вот у меня огромное уважение вызывают именно те игроки, которые со своих стримов, они потом, когда они садятся играть в какой-то серьезный турнир, они просто полностью переключаются и ныряют в игру. Они абсолютно забывают, что кто-то смотрит, они забывают о том, что они делают на своих личных стримах. Потому что есть профессиональные игроки, которые начинают стримить, потом возвращаются к игре на турнирах и начинают теряться в определенный момент. Такое тоже бывает. Ну а тут ребята видно, что они отдаются максимум игре, минимум думают о стриме, и стараются показать максимум. То есть даже улыбок у ребят мы особо не видели, потому что они полностью поглощены игрой. Видимо, что штан удачи забрал разбойницу, в свою очередь Джоннис, то он забирает шамана. И мне интересно, что там они придумали, эти австрийцы, что там за шаман, и, конечно же, что это за разбойница от штана удачи. Говорили мы уже неоднократно, что, к правилам, мы привыкли видеть именно квест-разбойницу, но, возможно, будет миракл в агроразбойницу от штана удачи. Если честно, я не очень верю. Думаешь, будут удивлять, Олеся? Учитывая, что ребята играют не каждый сам за себя, а играет сборная, я думаю, что, в принципе, штан даже может взять квест-рогу. Может быть, для него это далеко не самый типичный выбор, потому что он и любитель миракл-роги, но, тем не менее, квест-рога сейчас очень хороша, это бесспорно. Плюс ты командный игрок, ты играешь от команды за команду, поэтому я оставляла вариант, что он сыграет именно на квест-роге. И мы видим, друзья, агрошамана, такая современная новомодная редакция через сквайров, через огневичков и через две жажды крови. Очень неплохой старт для Австрии. Причем, я бы не сказал голдфиш, но где-то около. Не хватает еще им оружия до полного счастья, и будет вообще хорошо. То есть, в целом, Австрия выбрала для себя путь контроля лица, и видно это, исходя из всего лайнапа. Дорогие друзья, лайнапы, которые публикуются у меня в группе ВКонтакте, это не лайнапы на Hearthstone Global Games, это лайнапы на прелимы, которые пройдут уже в эти выходные, поэтому обязательно забегайте на Twitch, смотреть прелимы, новые отборы. Это действительно будет очень круто. В течение двух дней мы узнаем сильнейших игроков в Европе. Поехали смотреть. Огневичок от сборной Австрии уже должны понимать, что это за шаман ребята из России. В ответ квест. На этом, в принципе, и Лемшам может быть. Огневичок же тоже играется в Лемшаме. Обменялись любезностями. Но Сквайр. Сквайр вот сейчас покажет, и теперь уже точно станет ясно. Сквайр. Плюс ко всему, да, мы видим, что пират-глазастик, это точно агрессия. Точно агрессия. Ну, я с точки зрения говорю сейчас штана, потому что до Сквайра еще оставались какие-то варианты. Ну что, пушку берем в руки? Да. А следующий ход играем через пирата Прайдуху и возвращение пирата Прайдуху в руку. Забиваем божественный щит. Ну да, нужны. Нужны Смолиные Стражи, нужны Талвирские Камнемаги. Не знаю, есть ли они в колоде, но последнее время эта редакция просто на корню рубит всю эту агрессию. Да, было бы в данный момент штану хорошо играть именно на такой редакции квест-роги. Посмотрим. Тут одно из двух либо играть с Ивовой и находить таунты, либо пытаться находить прокрутку под квест. Плохой заход для Джонни в виде нечто из глубин, но здесь тотем и просто урон, который несется в лицо. На третий ход 18 здоровья. Как дела? Вот они, вестники, которые должны были прийти пораньше. Но самое главное, что поставили сейчас тотем языка пламени. Да, это внесло свой дэмэдж более чем целых 6 единиц урона. Ответный пират глазастик выпрыгивает из колоды. Забираем обязательно сейчас тотем. И тут для штана есть вариант полностью почистить стол, попытаться почистить стол, выставив вестник-карока. Я думаю, что вестник пойдет. Пират пройдоха не так важен, как вестник, который зачистит всю эту мелочевку. Это да. Причем ты играешь на опережение четвертому ходу своего оппонента. Конечно, ты жертвуешь, скорее всего, пирата. Да? Ну, серьезно? Ну, это трэш. Какой тотем? Ну, какой тотем? Что-то с чем-то мы чистим весь стол, мы получаем мелкого буконьера. И при этом еще и наносим огонь. Ну, как? Это просто, просто вот идеально. Это все идеально для Джонни Стоуна. У него есть продолжение на следующий ход. Ну, что? Может быть? Готовка нужна и возвращение в руку. Мимикрия и получить удар в спину в количестве двух штук. Что по урону? Шесть, восемь. Ну, если там есть жажда крови, то это габелла, да? То есть тогда мы выставляем прямо сейчас мастера эволюции. Или будем играть через мимикрию и... Ну, мы можем сыграть реально мимикрию, попытаться найти что-то, а на пятый ход с монетки сыграть ваниш. Но все равно это выглядит для Роги неприятно, мягко говоря. Вот этот топ-дект от Тайма 0.3 второй раз. Это просто полностью портит картину для сборной России. Да. Дело пахнет керосином. Инженер-новичок появляется на столе и это осколок. Осколок не так и плох. По факту монету надо сохранить для ваниша. Кого морозим? Морозим, например, мы огневич. вернее даже пламенного элементаря. Или огневичка? Наверное, огневичка все-таки морозим, потому как пусть возвращается в руку. И крутим мы инженера. И ваниша играть не будем, да? Понятно. Все понятно. Заморозка возвращается в руку. На самом деле розыгрыш ваниша с монетки или без. Это всего лишь возвращение существ в руку оппонента. И все равно ход переходит к нему, и он все равно это все тебе возвращает обратно на стол. Поэтому, Ваня, в данной ситуации это не решение проблем. Бедам, друзья. Ой, бедам. Размениваем неприятное существо, пробиваем на 3 в лицо и ставим нечто из глубин, которое на следующий ход просто добьет. Будем морозить теперь нечто, но вот вопрос, придет ли нам подготовка в конце-то концов. Это шедо стек. Но таким образом мы можем осколок выставить, вернуть его в руку, заморозить еще что-то и, например, попробовать эволюционировать инженера новичка с него и начнем. Думаю, да, и дважды замораживаем стол. Понадеемся на то, что какая-то провокация, третий дроп, например, страж гейзера придет со стенкой. Давайте смотреть. Мастер эволюции. Тяжело все-таки, роги в данной встрече, остается 13 и нет здоровья, и мастер эволюции приносит таун 2-3. Хорош, таун, это неплохо уже, мы морозим таким образом сейчас два существа, но мы видим грозу, и гроза-то это вот боль и печаль. самое главное, будет сейчас играть штан на все, так же, как и вся сборная России, выставлять осколок второй раз, но пойдет гроза. эх, как же Джонни-то неплохо топдэкнул подвесника Рока, а ведь не найди возможный зачистить вестника Рока, он бы выступал в позиции догоняющего здесь. Да, продолжение тут шикарное, остается найти лишь, ну, по сути, есть уже возвращение в руку, это ваниш, то есть, но проблема в том, что это ну, хил тотем, и на 2 надо, чтобы попадал, попадать на 3, беда. Причем, по всем трем существам попадает на 3. Ну, тут откровенно уже везение на стороне Джонни-стоуна, и тут я не представляю, что он может вернуть штаны в игру. Будут отыгрывать они от стола, два существа уходят, и на этом все, ну, ваниш, окей, что дает нам ваниш в итоге? Там огневичок остается, но ваниш это опция. Ну, чтобы выжить, пережить один ход. Да, там нечто из глубин бесплатное выйдет, да, огневичок, все то же самое появится на столе. Все то же самое, еще и топ-дек какой-то для сборной Австрии, но тут, да, тут нереально, просто нереально, еще один огневичок, это еще жажды крови не было. Беда. Какие ауты? Давайте еще думать. Мимикрия. Какого строги? Да, никаких в том-то и дело. Мимикрия, которая может принести абсолютно нет вариантов. Подготовку, например, да, и еще один заход ваниша, второго ваниша, который будет в колоде. Ну, ты протянешь два хода таким образом. Ну, 30 дней здоровья у шамана, да, это позиция слабая. Если рассматривать варианты, с помощью которых штан остается в строю, такие опции есть. Если рассматривать варианты, как он может выиграть эту партию, то тут прям совсем вариантов не особо много. Весь тот стол, который только что был убит, возвращается обратно. Это кабан. И Мимикрия приносит Мурлоков. Чисто гипотетически живем. По-моему, да. Живем на Мурлоках. Делимся на Мурлоках. То есть у нас сколько тут по здоровью. Ну, восьмерку прописывают нам, да? Да. 8 урона. Вот у второй нечто. Меда. 4 хп остается у разбойницы, друзья. нашла коса на камень. Грустно смотреть за этим, конечно. Такой размен получился сочный, что потерял существо Джонни, хотя мог огневичком удариться. Но я думаю, что здесь это особо ничего не поменяет. Просто, видимо, думал в размены, не в размены, потом понимает, что можно в принципе и в лицо как бы в этой ситуации пойти. Тут мало что изменится по факту. Ну, нет таких карт у разбойницы в современной мете, которые могут перевернуть эту игру. Конкретно у этой роги таких карт действительно нет. Карта переворот. Ну, бэкстеп. Поражение сборной Австрии одерживает первую победу, друзья. Хардстоун Вы посмотрите, какая большая радость у ребят. Обыграли они фаворита группы у нас группы Си, обыграли они Россию. С одной стороны, нам, конечно же, грустно, что наша сборная проиграла, но ребята дали крутой бой. Вы видели последнюю партию, вы видели, что для Джонни был отличный заход, топдек, просто второго тотема и возможность разменять вестника это нечто. Но, с другой стороны, возможно, для Австрии это станет толчком, чтобы не унывать и продолжать сражаться. Я уверена, что сборная России обязательно в рамках Хардстоун Глобал Геймс должна выходить из группы и эта победа, поражение, простите, им не помешает. Ну что ж, бывает такое, такое случается, не стоит расстраиваться ни разу, потому как у сборной России еще все впереди. Они неплохо сражаются, показывают нам очень хорошие показатели. Не забываем, что Павел и Штан были на другом турнире и, возможно, просто не успели толком подготовиться. У Павла не заход, выдохнуть, отдохнуть, есть такое дело. В первой партии у Павла был не заход, вторая партия тоже оставила очень странные впечатления, потому что там против Штана банально топдекнули летал, хотя он должен выигрывать был партию. В третьей партии Сильвер собрал просто все силы в кулак и одержал победу. Инер в следующем противостоянии просто уверенно пошел в лицо, ну а тут в матчпоинте, к сожалению, заход у оппонента оказался лучше, чем у Штана. Есть и положительные, друзья, моменты в связи с этим поражением. Сейчас сборная России это немного отрезвит и в дальнейшем они будут выступать еще лучше, так же, как это было на старте, потому как, я уверен, они ни в коем образом не хотят вас огорчать. Конечно же, ваша энергия им очень нужна. Продолжайте в том же духе. Ну а на этом наш игровой день Hearthstone Global Games подходит к концу. Мы посмотрели с вами первый игровой день шестой недели. Сегодня у нас были 5 БО5, сыграл у нас Гонконг против Словакии 3-1 в пользу Гонконга, Испания, Австралия 3-2 в пользу Австралии, Корея, Венгрия 3-2 победитель Корея, Малайзия, Франция победителя Малайзии и Австрия, Россия 3-2 в пользу Австрии. Ну на этом, друзья, добрый Hearthstone не заканчивается для вас. Буквально через какой-то час мы начнем показывать для вас матчи Старладера. И давайте я просто перечислю вам, кто сегодня будет играть. В первой партии Ксиксо против Оранжа, во второй Станцевка против Эрдию, в третий Оранж против Нейрея и в четвертой Ксиксо против Доктора Хиппи. Поэтому обязательно приходите на наши матчи, комментировать будут Творына и Михаил Лебедь. Передадим им это пальмовое первенство. Немного уйдем отдохнуть, покушать. Все-таки нужно иногда это делать, выходить из нашей студии, потому как порой складывается ощущение, что мы тут живем. Так и есть отчасти. Ну, бывает. В периоды, когда Хродстоуна действительно много, сегодня выдался действительно интересный день. Для болельщиков сборной России было достаточно тяжело, но ребята показали уровень, мне все понравилось. Спасибо большое, что смотрели. Мы с вами увидимся уже завтра в 17.00 в Москве, так что обязательно приходите и, конечно же, смотрите сегодня сезон Старладера. Пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok